Субтитры сделал DimaTorzok Привет, это Age of the Stage. Я музыкант и преподаватель по вокалу. Если вы тут впервые, то добро пожаловать. Сегодня я собираюсь сделать реакцию на чудесного Димаша Кудайбергена. Спасибо, что смотрите мои реакции. Без лишних слов. Димаш Дейбрег Исполнитель этой песни в оригинале. Кажется, эта песня на китайском языке, в смысле оригинал. Даже сам инструментал, как всегда, в ударе. Это как массаж. То, что мне было нужно. Этот красивый низкий тон. Словно он поет дуэтом с самим собой. Очень спокойно. Почти шепотом. С придыханием и высоко. Я уже и забыл, как хорош этот парень. Его динамический диапазон просто... Самый лучший. Димаш 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 Это так тяжело. Слушать Димаша и не поддаваться его чарам. Это практически невозможно. Его голос осыпает меня мурашками. А ведь такое случается, когда слышишь что-то прекрасное, что-то настоящее и что-то чистое. Думаю, это лучший способ описать Димаша. Давайте немного поговорим о пении. Он начинает очень низко и мягко, но потом он поднимается немного выше. Думаю, на октаву выше, где он поет женскую партию. И это звучит словно дуэт самим собой. Очень интересная вещь, даже для Димаша. Все мы знаем громадный диапазон Димаша. Но все дело не только в диапазоне. Дело в том, как он его использует. Есть на свете певцы с большим диапазоном. Может быть, не таким, как у Димаша. Но они не используют их так же, как Димаш. Это мое мнение. Вы же знаете. Я не могу судить объективно, потому что я просто обожаю все, что делает Димаш. Это же очевидно. Я уже пересмотрел столько его выступлений, и я не намерен останавливаться. Он поет все очень плавно, непрерывно, очень связанно. И это чем-то мне напоминает, я бы сказал, кельтский. Это, наверное, классическое, точнее, неоклассический. В общем, есть в этом что-то кельтское. Я точно не уверен. Вот здесь, послушайте. Вот здесь. Вот эти воздушные, высокие ноты. Я к тому, что Димаш, наверное, единственный певец, которого я знаю, использующий свое дыхание как инструмент, как дополнение к своему голосу. В идеале дыхание не должно быть слышно. Много. В давние времена возьмем историю пения, в особенности Бельканта, что значит «красивое пение». Это по-итальянски, так как итальянцы — большие мастера в опере. Она там, в принципе, и зародилась. В течение долгого времени итальянцы и многие вокальные мастера обучали своих учеников воспроизводить тон без дыхания. Они даже ставили свечку, когда практиковали это. Это реальная история. То есть, ты поешь напротив свечи, и ты не должен использовать много дыхания. И если свечка потухнет, это значит, что ты не используешь все свое дыхание и не превращаешь его в тон. То есть, тогда это означало, что ты поешь не на максимуме своих возможностей. То есть, ты не лучшим образом используешь свое дыхание при пении. Но это подходит тем, кто поет только оперу. Если ты поешь очень широко и используешь много тона, ну вы же все знаете, как звучит опера. Но здесь у нас не только опера. И это не только поп-стиль. Это просто идеальный замес из всего. И так как с тех пор прошло много времени, сейчас нельзя сказать, что хорошо, а что плохо. Или применять только один подход в пении. Это будет неправильно. Да и в конечном счете, все зависит от индивидуальных качеств певца. Даже если Димаш будет петь что-то неправильное в техническом плане, я не имею в виду эту песню. Я имею в виду в общем. Гипотетически, он все равно споет это великолепно. Не знаю, как он это делает, и это удивительно. Ритм нарастает. Вступает гитара. Акустическая гитара и барабаны. И эти струны пицциката, которые были немного ранее, прозвучали великолепно. И здесь вы можете услышать. Я уже сам не знаю, любить его или ненавидеть. Просто я так завидую его голосу. Этот парень просто зверь. Вы можете заметить, что когда он идет вверх, когда он переходит в этот оперный регистр, он использует меньше дыхания. В смысле, его дыхание больше не слышно. Его не так много, как в начале. Вот что я хотел объяснить. На примере со свечой. И он, походу, знает об этом. Он же профессионал. Кэрисо. 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 Я думаю, это нота Фадия. Ёшкин кот. Очень высокая нота Фадия. Просто зверь. А тут уже оперная сопрано. Он что, бесконечный? Что за черт? Какого лешего? Он с полного сопрано и этих бешеных нот перешел на такое пение. Это же прыжок в две октавы. Просто на раз-два. А может даже больше. Я даже не буду. Я даже не буду смотреть, что это была за нота. Я просто хочу назюзюкаться ею вдрызг. Хочу ею насладиться. И потом... Как делать нефиг, о мамочка. Димаш, Димаш. Ё-моё. Я ещё сюда вернусь. Не хочу это останавливать. Что начало... Опять. Фа диез. Вот зверюга. Как я мог пропустить эту песню? Я вот что... Димаш. Этот парень, он моё лекарство от депрессии. Каждый раз, когда я без настроения, или я чувствую себя плохо, или ещё что-то. Как я уже сказал, эта песня пришла. Точнее, явилась мне. Как раз вовремя. Давайте посмотрим парочку запредельных моментов. В этом моменте он с сопрано перешёл вот сюда. И он с сопрано перешёл вот сюда. Ядрёна Матрёна. Просто... Просто посмотрите на это. Это ж такая разбежка. А потом он падает на колени. В прыжке падает на колени и даже не теряет тон. И даже не кричит от боли. Ведь это выглядит очень больно. Какой же он безумец. Этот парень настолько удивительный. Настоящий артист. Потрясающий музыкант. Он поёт вроде бы на семи языках. И, видимо, не чувствует боли. А может быть, он и есть бог. По крайней мере, полубог. Дайте-ка я попробую повторить это. Ох уж этот парниша. Я хочу спеть что-нибудь как он. Я попытаюсь. Ведь только так можно чему-то научиться. Я хочу сделать кавер на его песню. Я хочу попробовать. Я слушаю это в первый раз. Хотя я не хочу делать кавер на эту песню. Но что сказать? Нет на свете такого слова, чтобы описать его. Я пробовал подобрать слово. Совершенный. Но это слово не полностью его описывает. Божественный. Это было бы не совсем правильно. Хотя он велик и могуч. Божественный. Это как-то неправильно. Так как я верующий. Но он, возможно, как полубог. Что-то типа Геракла. Что-то типа того. И всё-таки лучший способ описать его, это сложить всё вместе. Весь диапазон. Каждую эмоцию. И динамический диапазон тоже. Именно в этой песне. Он начал так нежно и довёл это до взрыва. И если всё-таки сложить всё это вместе, мы можем подобрать одно слово. Димаш. 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 Димаш.